А вот у героев нашего следующего сюжета еще все победы впереди. Около месяца назад в Кунгуре появилась своя кавер-группа под названием «Бэнк Бэнд». Ее творчество оценила наша съемочная группа. Мы назывались «Кавер», наверное, многие помнят, многие, кто-то нас помнит именно так. А сейчас мы «Бэнк Бэнд». Кто придумал название, как переводится? Я. Взрывная группа, взрывная банда. Ну, «Бэнк» — это взрыв, а «Бэнд» — это как музыкальная группа. Своей музыкой «Бэнк Бэнд» взрывает скуку, серость наших будней, такими зажигательными композициями. Это своеобразный мэш-ап из оригинальных песен с новым звучанием и сочетанием, не похожим ни на что. Со временем стало ясно — нужен дом, свой дом, свое место для репетиций. И тут, как говорится, помог счастливый случай. Вовка сначала работал в «ДК» машиностроителей. Мы репетировали у него, ну, примерно в таком же кабинете, в небольшом совсем, может даже поменьше. Да, вот мы только-только собрались, и он уволился оттуда как раз, по-моему, и нам пойти-то вообще некуда с инструментами. Ну, мы пошли на «Карламарсе» и играли «Дня мечты». Так, летом было как раз не холодно, ничего. А вот и потом дошли до мечты. И тоже замерзли. Да, потом замерзли, пошли в мечту. В той же самой мечте, когда был юбилей, все-таки слушали-слушали «Венус», английский. Ну, никто его, конечно, не знает, все слушали, вроде знакомые песни. А потом бац, конец уже, все как бы готовы просто там поаплодировать, и все. А начинается другая песня, которую все знают, которую все слышали, и все вот такие глаза, и все начинают уже готовые руки, готовые петь, и все классно. К слову, музыкальное образование есть только у вокалистки Анечки, которая заканчивает 11 класс и все успевает. На свои деньги, влезая в долги, ребята покупают необходимую аппаратуру и инструменты. Контрабас, гитару, кахон. Мы его используем просто вот на репетиции, на акустические версии концертов. Чтобы слишком громко не стучать, то есть на тех же барабанах, куда громче он на самом деле звучит. Вот мы берем просто его с собой, все. То есть и вот и... Заказов пока мало, ведь группе BackBand еще только месяц. Их самое масштабное мероприятие – это выступление на юбилее в мечте. Но творчество группы абсолютно прижилось в кафе Panda и баре Большой Куш. Там и можно услышать их по выходным с любимыми хитами, у которых, как известно, нет срока давности.